ну русском иногда говорим но он такого сном а ты знает ты представляешь если политеич придет скажет вадим он всегда такой черный он жену черный боже мой как с него песок не сыпется когда там 500 человек сидит ты так смотришь на них думаешь а еще солнце там в час дня игра солнце да перепекло башка шатается антон потило играет в будто где 7 лапок а чё я а кто я что ли нет ты же ведущий у нас вот ты меня и представил а как у тебя фамилия вообще антонова антон как у меня брат зовут антон да точно не забуду вот и вот и познакомились но тогда представляете себя ладно привет друзья я рад приветствовать вас на первом подкасте от минского динамо сегодня с вами буду я меня зовут михаил горнак я буду одним из ведущих и помогать мне будет прекрасная екатерина антонова катя привет 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 ну еще мы тут не вдвоем тут с нами ребята да да есть мы такие присутствуете да здравствуйте да два красавчика на самом деле я подготовился и перед тем как прочитать сценарий труда во первых я посмотрел информацию про ребята википедии и оказалось что мы сегодня имеем дело с двумя мастерами класса международного уровня может быть будем к нему обращаться на вы и по имени отчеству да он сергей эдуардович и владимир александрович вот этот опознание к вам так обращались уже где нибудь естественно папа мне звонит так все время это существо что у от и что я тебе обращать то местные поле у него дети были постарше видно на месте чем я так что уже получится можно команде так не обращается на то есть там есть ребята маша вы там у нас самые взрослые представители не одни сам взрослые одни самым тоже достаточно много много всего вожительно положительного без отчества не она вы серьезно меня ну конечно не общаются мы следующем году начнут ну если мы будем там наверху сидеть туда да не надо некомфортно себя некомфортно себя чувствуете на вы не называют а кстати расскажите а к тренеру вы как обращаетесь просто по имени или по имени отчества вы и ты просто без имени роста и вы быстрее потому что вы донесите но вы конечно ты представляешь полететь придет скажет ладно пойдем по вопросам смотрите у меня первый ребят как у вас дела да вот так вот начнем да да все официально все суета вообще как настроение готовы выступать сегодня и естественно ну посмотри продам еще не сильно ознакомлены что будет но в принципе мы готовы естественно поехали все тогда мы начнем с того что футбол нас выходит за пределы футбольного поля сейчас активно набирает просмотры не только с трибун но и в социальных сетях так вот в тик токе завирусилась видео где ребята пытаются перебить свислочь как думаете это можно сделать вообще конечно видели вообще-то видео первого 1 ксашка стопроцентно мы вам показали вам показали еще до начала нашего разговора мы показали как это выглядит сложно вообще такое сделать но это нелегко естественно подготовлено нужно быть но в принципе для профессионального футболиста мне кажется не тяжело хотя сервера сервера что серёга перебьет головой если хорошо навесить да нет я знаю что с накатом вы точно сплассера сплассера с наката точно перебить легко а вот с рук например ну я как вроде не вратарь я не знаю срок вообще принципе не так часто выбивал с рук мне кажется легче перебить чем земли ну вот для меня тоже вопрос потому что я не понимаю с рук или земли ну например сергей сказал что земли для чего вы перебиваете свислочь но вот для того чтобы собрать просмотры комментарии да нет меня тикток мне тоже нет так это вы понимаете что кто-то просто научился мяч через свислочь перебивать на этом зарабатывает просмотр и все это дело монетизируется нету времени у меня всех только много заниматься семьях до нас теория полтора часа подкасты всякие на подкасты всякие у нас тренировка теории подкасты вот наша жизнь не на самом деле как-то реально ну нет временной тиктоки если это такое вот как понимаешь что еще еще скачаешь тикток это там лазить это вот время тратить ну впустую не очень хочется дело не во времени а в том что все таки не то поколение не знаю может в плане то поколение мы сергеем одного года играли даже в сборной свое время я в тиктоке лажу не могу из него вылезти а он видимо более примерно семьянин это не тренируешься просто да я еще не ты смотри где ты где сергей как-то звучит возможно дело в тик токе ответственность зашкаливает 95 минута можно ну ладно хорошо другие соцсети у вас есть как-то развиваете или просто так по ходу что-то скидываете вместо грамм там есть если кто-то отметит бывает но это скидываю я активно ему пользуется смотрите сейчас есть уникальная заза стоит пропиарить свой инстаграм и так как называется инстаграм вовах в 23 очень интересно это значит подписывайтесь пожалуйста сергей у меня поле к 90 все запомнили все подписались если бы сергей забыл я бы напомнил то что я знаю что поле к 90 я просто напоминаю что я живой свой контент и не создаешь но мы же создаем контент тебя там отмечаем а когда будут репосты не знаю я вас просматриваю и и что и кто об этом знает что ты нас просто просматриваю вам это вообще важно очень важно просто представь что часть аудитории и люди тебя турки это динамо не сильно там турцию к томусть приедет он посмотрел на игру динамо пришел даже надеюсь что окей я буду знать будущее с репост если это для динамо очень важно команду выиграть невозможно поможет это играл вообще гиги гиги что перед для перед это молодая команда молодая команда так во сейчас твой момент чтобы козырнуть знанием какого-нибудь иностранного языка испанский знаю пожалуйста ола амиго ола китай бен все я больше ничего не который получается хороша с арене у тебя получается общаться ну да он чуть понимает на не полностью там бразильский чуть похоже с португальский но он понимает но не все я думаю что он просто на русском на русском иногда говорим но он такой основной ты знает а так не на русский более-менее а то есть подожди ты хорошо говоришь по-испански ну да учил в школе испанский потому что да или просто сам решил ну сам решил да он решил чтобы с ори разговаривать выучил испанский а тот оказывается по португальски нет просто представь себе вова не захотел учить английский он решил что вот будет испанский учить а пока давайте поговорим о том что у нас реально есть смотрите ребята лучшим игроком мая у нас признан на денис шпаковский как считать заслуженно или нет но если вы трудно я лично за него голосовал а ну хорошо от языка голоса я вообще не голосовал он не пользователь кстати вашего сайта я прошу заметить здесь мы репост выпросили а я заходил и сделал пометочку здесь пожалуйста голосование следующий раз хорошо следующий раз меня почему-то не было но сергей голосуют потому что не нравится мне как-то это не то за себя не знаю если есть претензии то ты можешь оставлять если будет и буду а если я буду делать репосты моими будет в лучших там игроках хотя бы хоть одного месяца попробовать хоть попробовать что просто некий затыкнули так ты думаешь почему денис шпаковский попал ну да но репостом все время делают защитники тоже я кстати тоже недавно смотрел никогда защитников даже не было хотя тоже на 0 играем например вот денис 3 матча 0 стоял защитники что же приложили дело могли бы хотя бы одного защитника включить а получается у меня у нас все время попросит а как-то голы забивает мне мне это хорошо но вот полюка обидно но не обидно арене он например я просто понимаю что в футболе разбираются арене так он был потому что он был потому что он там голы или голевые голевые передачи лигана полик не забивал например софьева их нету вот и весь вот и весь разговор но в целом рады за тениса естественно что я очень рад был за молодого федора во первых фамилия классно во вторых мне кажется что это не произносит провел отрезок а нет я через паузу собирался добавить а ты меня сбила вот а сейчас шпаковский его меняет и действительно очень здорово не стоит а играет в воротах ну мне кажется что это награда абсолютно заслуженная вы только что он получится это какой приз подарки будут конечно же от нашего партнера компании винлайн и кстати не только для дениса там будут подарки да во первых вы уже в подарок отметь прошу пожалуйста это отметить ну а вторых мы хотим еще конечно же подарить что-то нашим зрителям которые активно посмотрят наш подкаст мы хотим разыграть майку с нанесением фамилии номер пожеланию для этого всего лишь нужно сделать что посмотреть наш подкаст поставить лайк и написать комментарий хочу майку выберем мы победителя случайным образом помимо того что у него будет такая вот замечательная майка в которых ребята играют еще и возможность вручить приз лучшему игроку мая прямо на поле во время нашей следующей домашней игры ну круто правда прям да это мотивация и тут вопрос заходите там что комментарии да открываем youtube где будет вот это вот видео выложено все с нам обрестом да ближе аж получается да подожди кать у меня вопрос а если например сергей или вова будут участвовать и они выиграют они сами себе майку будут дарить нет майку в любом случае у нас нет голосование мы не будем я понял что вы слабенький ну по крайней мере месяц плохо как вы думаете для болельщиков так круто вы конечно это прям мотивация классно мне кажется что должны прям там должно быть нормальный ажиотажик было бы классно выйти на динамо подарить лучшему игроку месяца это прям прикольно все ждем комментарии раз уж мы выбрали лучшего игрока мая это значит что переходим к июню правильно правильно то значит что наступило лето вы к лету подготовились вот это вот такая дата постоянно стоит в голове что начинается лето нужно быстрее похудеть загореть купите летние платья ну это у меня вас наверняка не так что нужно сделать футболисту к лету ничего у нас нет у нас не чувствуется таких вот выходных прям субботу сентя мы уже не чувствуем для 20 у нас когда люди отдыхают у нас три игры и тренировки так что здесь как бы такого нет здесь больше как люди мы бы взрослее детей только уже не надо школу водить я тоже хотел отметить что по факту у футболистов нет лето вообще там араба нет красные дни календаря потому что в красные дни календаря тоже как правило а скажи пожалуйста как это в турции играл у тебя случайно не другой график другой это и ты как раз летом мог отдохнуть там был очень большой плюс там было таких 21 был летом был больше чуть-чуть отпуска зимой в декабре получается новый год тоже такой мини там давали 10 дней 8 тоже класс короче вы не будете отдыхать вы будете тренироваться играть единственное что вы еще и под жарой под солнышкой но с другой стороны вы всегда хорошей физической формы кто же видит это зимой дима никто на это не смотрит а летом вы всегда готовы загорелись смотрю частично да ну вот как по это тут как это называется работе такой до рабочей ну водительские носочки и пока еще в лосинах бегался по всему да да я гетерой нацепляем чеши странно что вова намного загорели чем-то он себя такой черный он жену черный чернявки да ему повезло в жизни но начало лета это еще и международный день защиты детей да и у нас тут в этом вопросе преуспели детей у вас много 6 на двоих но теперь давайте поделим у кого сколько рассказывать я тебе объясню я уже перед перед как его перед нашим подкастом хотел об этом сказать просто вова он нападающий более активен а серега он собранительной точки зрения он ждет когда жена подойдет так и было серёжа рациональный просто как защитник пока двоих очень я все время в атаке а серёжа так и на голове подключился я только обороняюсь когда атакует нет вообще-то смешно ну а действительно четыре ребенка как-то до привыкли уже постепенно жить у меня же не сразу там тройня постепенно по одному и не заметил как так набралось да не на воде до старшего помощница ну да а как по возрасту ну по лет 13 75 и 8 месяцев 1 ну да 13 7 ну так что постепенно привыкаешь и все ты короче еще на паузе да то есть отбыл замах ты убрал и потом уже выстрелил до поворотом ну да ну если день детей вы не отмечаете то наверняка будете отмечать день рождения клуба естественно сто процентов как на базе на тренировкой на тренировку весело отмести тортик может может две тренировки сделают нет мы будем отвечать победой на футбольном поле две тренировки вы хорошая шутка а торт можно иногда можно конечно почему нет и кто там приготовить или кто-то купит принесет но обычно вообще у нас принципе именинник когда у кого-то день рождения то именинники приносят торты руководство должно понять да что день рождения и вам здесь руководство смотрит подкасты а в некоторых командах пиво представляют давно прошли те времена сейчас творожный торт чистить вискейки этот все уже забудьте времена сейчас уже к счастью нету не знаете что ребята интересно вам скорее всего задавали такие вопросы но вообще вадим викторович он какой то есть он там в первую очередь там не знаю мотиватор или психолог или ну какой-то другой там я не знаю какой вообще вадим викторович добрый злой уже очень обожаю такие вопросы когда ты игрок команды а как вот у вас главный тренер добрый или агрессивный злой там часто ругает или он больше не больше на мотиватор наверное больше подходит вот прям такой если вот одним словом и сказали вот назови одним словом ну да вот мотивация от него исходит практически каждый день неважно какая тренировка легкая тяжелая мотивации у нас хватает на тренировку расслабиться не дает это на самом деле так оно и есть здесь если таким прям лаконичным ответить таким одним словом если подобрать ну вот мотиватор прям викторовичу подходит от его работал с ним еще и в минске чувствуется разница между минском и динамо ну то есть его настроение тут понятно задачи намного выше атаку если в общем братье такой же плюс-минус такие же мотивационные речи уже повторяюсь я говорю много что уже и в том году слышал и знаю требования мне вообще удобно комфортно потому что я и так все знаю что это каждый что он требует а он еще это ну например каждый день повторяет я должен первый третий раз слышу но все равно бываю забывают так что и заново мотивируюсь так сказать что будете вы тренер делать вот сейчас у нас пропуск тура будут какие-то выходные может быть тренировки полегче не такой график сложный с дублирующим составом это тоже будет как игра 90 минут так что тоже легко не будет обычно наоборот ну когда такие пропуски это и все хотят еще больше тренировки тренировки больше по интенсивнее потому что готовится в принципе на это есть есть время где нагрузить даже завтра игра как бы мы к ней не подходим как к игре типа готовимся там варьируем а у нас тренировки прям еще даже такой больше по интенсивней то есть вы два тайма по 45 минут этого я не знаю но скорее всего да наверное да ну больше проверить молодежь на фоне да что посмотреть все это все викторе все время мои нашим молодым говорит что место в основном составе нужно заслужить и даже тренироваться там типа молодым с дублей у нас дубль до выигрывает всех есть хорошие ребята и вот периодически там кто-то приходит кто-то добавляется кто-то заслуживает быть там скамейки запасные даже там не знаю вот ваня орлов был честно заявки не было но уже с нами тренируется взяли вот парня сейчас мы будем играть кто-то может еще проявить себя может еще будет ну как бы здесь шанс есть у всех так что будет интересно ну то есть эта игра не только для вас но еще и шанс для молодых ну это наверно даже в первую очередь да и как бы мы все были молодыми когда там дают шанс сыграть там соснового динамо и ты там отдаешь нас не знаю до 120 процентов отдаешься иногда перегореть можно конечно но в целом я думаю что даже больше здесь мотивации будет у молодых ребята у нас естественно просто держать себя в тонусе и чтобы не потерять эти нити игры скажем так набраться этого игровой практики к не терять ее на этих одних но мы кстати знаем что вы будете делать на зарождение клубу не потому что мы подготовили обширную программу потому что скорее всего будет игра сборной и вы там будете заняты но руководство же на об этом же знает тортики все в любом случае мы что-нибудь покушаем передадут ну уж там отметь пожалуйста про подкаст слово репост я столько за все время не репостил сколько я слышал слово репост нет готовься просто я понял что мне намекнули что мне нужно репостить хорошо я буду репостить когда мне сергей ты скоро закончишь футбол тебе нужно куда-то идти понимаешь ты куда пойдешь тренер но не точно не может быть вообще вот можно такому спрашивать футболистов ты скоро закончишь нет но он спросил четыре года но уже не будет играть до 33 же да нет уже него вот 34 34 будет это дыму сделать я 90 я сборную про старшего играл я просто вашу сборную играл потому что ну типа я бы помочь да нет ну играешь пока силы есть понятно никто так не загадывает но пока силы есть пока вижу что не выпадаешь будешь все равно играть нет вы говорите там вот молодые получают шанс посидеть хотя бы на скамейке показать себя во всю мощь и тут ты ходишь все-таки вокруг 34 34 34 боже мой как с него песок не сыпься если он оббегает меня обыгрывает мне три раза и потом разворачивается говорит а тебе уже как бы 34 тогда да если ну как бы нужно поле все видно если 37 хорошо что отметили в порядке что такая разница я хочу сказать что в женской компании все всегда точно также собирать подружки и все-таки ох мне 30 нужно где-то тут что-то и такие находят одну подругу таки а тебе-то 37 уже и у нее губы такие это вчера был финал лиги европы вы можете посмотреть сколько там человек за 30 9 человек было на поле которым там 6 по моему больше 33 остальные 9 больше за 30 чем вообще возраст сейчас футболе это раньше вот вот втором году вот ну они там в 29 28 уже заканчивали давай не торопись события мы либо европы еще обсудим но пока все кто там просто это разговора возраст конечно же себя как ты себя сам ну понятно готовишь и к игре бензема вон тот же возьмите золотой мяч 43 получил ты яркий пример как нужно держаться до конца спасибо серёга нет я просто устал терпеть это не ты просто любишь было больше чем я его вот тоже вот в чем проблема первое что как всегда как детский тренера говорил что любить футбол себе они себя футболе да ну нечто похожее на это получается ну не обижайся насколько вы любите футбол в целом были ли на финале кубка я нет по телевизору смотрел смотрел да я смотрел я-то не смотрел честно черные врач нет не смотрел у меня не было динамо минск там на что смотреть но батэ торпеда да я как раз тоже хотел спросить если смотрели то какие ощущения хотелось бы чтобы конечно динамо играл в финале так получилось что там торпеда беласс которые кстати еще и поджимаю 2 минут но когда нас воде это вообще не зависело что динамо был не фенале да вы не принимали участие в розыгрыше кубка прошлого не принимали на так что эту тему смотрел можно обсудить как атмосфера игры вообще нормально смотрелся на я не скажу сильно особо интересно был футбол но болельщики я про атмосферу на это смотрелось ненормально по телевизору особо атмосферу не почувствуешь но я видел все равно что были люди до желания я видел естественно обзор вот это все как это все освещалось ну типа и когда у нас будет больше таких игр в сезоне ну это вот супер а не только приходить на финалы и там не знаю раньше начался арсенал ну да так можно на любую группе 15000 собрать и ты будешь бежать она совсем по-другому и бежится и дышится и настрой когда там 500 человек сидит так смотришь на них думаешь а еще солнце там в час дня игра солнце это перепекло башка шатается куда там бежать вообще нам есть куда расти естественно 20 тысяч человек конечно хотелось бы что например динамо играя с батэ тоже 20 тысяч собрал это будет здорово я думаю что это возможно шахтером же было в принципе много там много было больше десяти тысяч клуб сотрудники клуба выполняют работу такую большую для того чтобы собрать количество людей как считаете вы те кому это очень важно слышать вот когда вы находитесь на поле эту поддержку трибун что еще нужно сделать для того чтобы люди приходили также активно и на другие матчи это дискуссия не на камеру не на на самом деле если быть честным естественно что сейчас ну очень радует то что делает вообще медиа да как бы не хочу захвалить но на самом деле очень интересно смотреть это все видосы что активность в интернете это людей даже там у меня спрашивают естественно завлекает ну а что делать ну когда вот будет еще больше будем выигрывать больше этот не знаю там пиво на стадион может ребятам там пиво же разрешить не знаю есть не пиво здесь по моему продают же да да продают но только нельзя заходить на сам стадион можно активность естественно для детей это что сам но людям шоу нужно ну типа ну да как вместе вот я помню активно собирали там целый стадион там постоянно сигнал на всякий-то группа пускай там кто-то споет он как на в россии там на зените на этих там не знаю когда придет поет там не лето во время ну там перед игрой ну естественно половина пришло на не лето посмотреть и автоматически остаются на футбол а кому-то вот ну он посмотрел футбол о я в следующий раз приду ну вот это так и работает еще я думаю очень важно призы всякие разыгрывать например каком этом условно говоря playstation или телефон ты разыграешь это очень намного будет привлекать барельщиков будут приходить в разы больше ну не вам расскажет себя добавлю записали спасибо за совет мне кажется очень важно еще добавлю себя можно добавлю мне кажется что нужно еще и больше внимания уделять футболистам потому что люди же они тоже на футболистов приходят смотреть поэтому ребята чаще на подкасты приходите динамо и делайте репосты да и делайте репосты окей я понял ребята вы скажете про газоны про какой именно у нас был гродной натуральная динамо натуральная чтобы рейтинг просто составить гомель натуральная была и ганова arende извините игры десну городского ну в принципе в принципе стал не быстрее везде были не足у более-менее мы не сыграли-то на бобруски да там сейчас известным что там не говорят на академия наук у нас мы там не играли а это где мы сейчас сыграли было в принципе более-менее везде неплохо даже Ну, относительно, естественно Хорошо, это с точки зрения газона А вот атмосфера на каком стадионе вам нравится больше всего? Ну, за исключением нашего домашнего Ну, в Гомеле была неплохая атмосфера, если за исключением нашего В Гомеле футбольный стадион, да Побольше бы вот таких стадионов и такой атмосферы, вот и был бы футбол На выезда когда приезжаешь Ну, там классно, реально стадиончик такой, чисто для футбола Без дорожек Слушайте, у каждого футболиста, скорее всего Без вот этого вот И обидеть, чтоб легкий атлетов Я очень уважаю легкую атлетику, но вот без этого вот можно было бы Или какие про юни, можно сказать Атмосфера классная, болельщики, трибуны, ну, живой поле только поменяли Да, да, да Было бы нормально У каждого футболиста есть суверие У вас есть какое суверие личное? Может быть, у тебя? Ну, мне много Ну, такие, не прям, чтобы загоняться Ну, есть, я думаю, у каждого Например, там, ну, я вот, как думают Про себя могу сказать, например, играешь в игру В одних бутсах, там, гол забил Следующий, там, например, оденешь эти же К примеру Там, не забьешь одну игру, поменяешь Ну, к примеру, из таких суверий Ну, это, я думаю, много у кого так Да много, много таких Только ты не хочешь говорить, да? Нет, почему? Таких, на самом деле, очень много У меня мелких очень много А что за ритуал такой? Вы дотрагиваетесь до поля, когда вы ходите? Ну, берешь, да, и крестишься Ну, такое, типа, вот, перед выходом на поле Потому что это, в принципе, такой кусочек Ну, классика такая Да, да, да Или там, например, есть люди, которые... Обращаясь к Богу перед игрой, там, прошу Ну, да, это есть Слева или справа ноги заходишь на поле? Нет, этого нет, без разницы Или, например, бутсы нельзя потрогать Или надевать им более? Многие так, да Ну, у меня в этом нету Многие, да, не дают мерить Ну, многие не дают, да Потому что кто-то там новое купил И хочет посмотреть Ну, подойдут тебе или не подойдут Типа, покупать такие или нет Ну, и не померят Потому что нельзя Ты помнишь, Серега, как было дело Когда Егор Зубович Какой-то порошок Прививался И порошочек в бутсы Постоянно себе не понимаешь Это было очень... Звездная пыль? Возможно, звездная пыль Возможно, звездная болезнь Ну, может, на удачу какие-то, не знаю Не, ну Егора только в пумах Он в этих играл, которые уже не выпускали Он их латками все зашивал Счастливые были? Удобные просто Не, а вот много такого Антона Путила Которые красные эти, да? А что делать? То же самое Ну, типа, счастливые У него этих бутсов У него выходит там Семь латок Ну, типа Ну, просто Ну, просто удобно Новые бутсы Не то, что там Антон Путила Играет в бутсы, где семь латок Просто Новый надо раздвинуть Ну, тут странно привыкнуть Копейка рубль бережет Ну, дело не в деньгах А именно вот Именно в хороших Что они удобные Вот его дольят Он прям максимальный Их бережет Прям, да Семь латок Это, конечно, сильно Это очень мощно То есть, по факту Он может себе купить новые бутсы Ну, естественно Но он играет Потому что ему удобно А их уже не делают Потому что Новая коллекция, когда выходит Все, старые уже не делают Ну, а его коллекцию Я не знаю Последние В 98-м, наверное, последний раз делали Но он тоже не знает Но они терпят Да, они держатся еще у него Если мы заговорили о своевериях Смотрите На нашей домашней арене На нашем стадионе На нашем поле На нашей строе Сыграли две другие команды Как теперь будем выходить? Ну, сейчас он концерт проведут И все собьется Поэтому его запланировано И все это уйдет Сейчас концерт проведут Пойдем петь будем Следующую игру В городеи будем играть Потом Ну, лучше не стоит Ну, в Минске же больше нет Кроме, как здесь Будет еще Уже есть городейский Минск Будет городейская Динамо, да? В городеи, кстати, была особая атмосфера Там шашлык жарили Все время жарили А почему не все вы договариваете Что там было еще? Там не только запах шашлыка еще был Он перебивал Он перебивал Мне кажется, можно перейти на европейские чемпионаты Можно обсудить, например, прошедший матч Лиги Европы Где играли Сивилия и Рома Ну, и Мауриньо играл против Сивилия, можно сказать Смотрели матч? Да, я смотрел Я второй тайм смотрел И добавленный чуть-чуть Потом уснул Я держался Интересная была игра Я максимально держался Расскажите, за кого болели? Если болели, конечно Он же испанец Я нейтрально смотрел Я просто, ну, так Больше любимой команды нурял А так я смотрел просто Ну, понятно, хотелось Честно, хотелось бы, чтобы были пенальти Потому что самое интересное для болельщика Смотреть вот эти пенальти Вот эти эмоции Ну, это, получается, все самое максимальное, что может быть И голы в матче Финалы, и пенальти Это, ну, лучше ничего невозможно придумать Так что Я просто ждал пенальти Но потом заснул А ты дождался? Это очень интересно Я, ну, всегда так же так делаю Обычно Я даже и второго обычно не досматриваю Но эту игру я досмотрел прям до конца И пенальти досмотрел Но я за Рома переживал Там ситуация была просто своеобразная У Мауриньо это был шестой финал И он ни разу не проигрывал в финалы У Сивилии Испанцы тоже все выигрывают Да, тоже у Сивилии это был седьмой финал Они тоже не проигрывали Была такая схватка Сивилия против Мауриньо И многие боялись Испанцы же, если выходят в финал Двенадцатый раз подряд Они выигрывают О, невероятно Да Это вот был двенадцатый финал Типа, где вот если Испанская команда Участвует в финале Она обязательно выигрывает В любом случае Победила Сивилия И Мауриньо проиграл свой первый финал Да Ну, в любом случае Здесь что-то нарушилась бы Какая-то Традиция Так назовем это так Лига Европы подошла к концу Но скоро будет Лига Чемпионов Дело в том, что Винлайн дает хорошие коэффициенты На матч финала Лиги Чемпионов Знали ли вы об этом? Нет Мы не играем в Миггерской Но тем не менее Я хочу рассказать, что Пока фаворит Это Манчестер Сити Согласны? Не, ну естественно По фавориту здесь легко Как оно будет? Потому что Интер очень неудобная команда Ну Это с ней всегда непросто И Как бы здесь Прямо однозначным Я не был бы Но Мне кажется, что Сити По идее По идее Сити 90% Если футбол не обманет Никого То Сити должен выигрывать Потому что так как они играют Ну это просто какой-то космос Сергей, подожди Я с тобой не соглашусь Как это футбол? Есть же Например, оборонительная система Ну Человек поставит автобус И команда Я же говорю, что Если футбол Не будет обманывать нас Что если выиграет футбол Именно Не вот эта вот тактика Не какая-то случайность А именно выиграет футбол Кто больше заслуживает В этом сезоне Чисто мое Может быть Субъективное мнение Должен победить Манчестер Сити Шансов у Интера нет Как думаешь? Ты понимаешь, что это футбол? Они всегда есть Просто на пятой минуте Возьмёт Кто-нибудь Стоунс удалится И что? И всё Десятером И что ты будешь делать? А ну что футбол Просто где-нибудь там прыгнешь В руку попадёт Тебе где-нибудь Штрафмак Ну фавориты Сейчас на Сити 100% Любой момент Может просто решить Ну и мне бы хотелось бы Что в Сити Ну раз уж Вова уже сказал Про то, что у него Любимая команда Реал Мадрид Какая команда у тебя Любимая? Динамо Минск Ну и всё Отлично Это так считалось Вообще Вот серьёзно Я посмотрел в его глаза И понял, что он сейчас Скажет Динамо Минск Раз лучший клуб Динамо Минск Давайте поговорим О структуре клуба Наши ребята Старшая лицензия Получили право Поехать на Юношескую лигу чемпионов Вы знали вообще Такую новость? Да, я знал Почему? Ну следил за Нашими соцсетями Динамо Минск Правильно Это нужно делать Даже если не делаешь репост Нужно всё равно следить Конечно Я слежу Если я не делаю репост Это не значит Что я не смотрю всё это Я всё смотрю И за всеми слежу Тебе лотерируются же с нами парни И Захар На самом деле Мне вообще Иногда и смотрю Даже молодые Если вдруг Какая-то есть трансляция Иногда захожу Когда есть время Ну и как наши молодые? Ну неплохо Неплохо Ну если они заслужили Значит неплохо Ну играть в принципе неплохо Я не знаю Как просто с чем сравнивать Иногда тяжело Какой-то там Ну сделать Какой-то акцент на этом Но Молодцы Что можно сказать Естественно Это для нас Для клуба Это прикольно В Лиге чемпионов Будем не мы А они Получается Катя А сколько лет Ребятам Это ребята 2005 года рождения Давайте считать Они уже взрослые 16-17 лет Ну это взрослые Да Это уже они должны Потихонечку подходить К вам К составу Конечно Трижуются с нами Некоторые Да Ну Некоторые тренируют Тренируясь с нами Получается Они поехали Сыграли за детскую И вернулись Опять к нам Вот это возраст И потом еще задумали Когда молодой Да Можно и так сделать Ну вы в Лиге чемпионов Не играли вдвоем Только в квалификации Да Я в квалификации не играл В поле кто Только я в квалификации Ты играл В группе мы не играли Да естественно Мы не БТ Борисовская Печально Так пометку сделали То есть получается Что действительно Даже какая-то Должна быть белая зависть Ребята 16 лет Пойдут играть в Лиге чемпионов А ребята Ну им еще нужно дойти до группы Ну дойду уже Надеюсь Вот посмотрим Нет на самом деле Действительно Я предрекаю Так как они вот сейчас Я еще играл Ну типа А вот в группе Вот как бы я сейчас не играл Ну мечта такая была Ну она еще и есть Почему была Подожди Еще у нас У тебя уже часики Как бы тикают Тикают Опять намекают Что ты 36 Как когда 33 только Он просто расстроен Что он 26 закончил И хоть меня все время Туда на пенсию Ну типа Какая разница На самом деле А Полит старше На за день месяц Так просто На месяц На месяц А почему мы постоянно Смеемся на Сергея Так смотри Как Вова молодо выглядит Ты посмотри на Серегу Это же вообще катастрофа Я же сразу сказал Что нужно на кого-то Посимпатичнее пригласить У Полика ответственный Он в обороне Он под стрессом постоянно Я в нападении Могу там где-то Встать, расслабиться Постоять А ему все время Концентрация нужна У тебя еще Знаешь Ни одного седого волоса нет Вообще такой моложавый И Серега весь Борода седая Как он посмотрел Он не отращивает просто Ее Ты больше на Гендальф Похож чем на Политевич Или Зак Ты знаешь Гендальф Я не смотрю эти детские мультики А ведь это А ведь это Из нашего детства Гендальф серый Это из вашего Ну не из моего Мы у нас примерно Одинаковые Поверь У меня это Синий трактор Что там Это сейчас Трактор это классик Ну вот Это мой Я молода Вовина старший ребенок Уже не смотрит Синий трактор Ну да Наверное 13 лет Вова уже где-то Если ты в клубе Где-то будешь Где-то встретиться Со старшей дочкой А ты про синий трактор 13 еще Так Ну что Двигаемся дальше Да Что нас ждет В самое ближайшее время Так это Домашний матч С обрезком Динамо Как готовитесь Расскажите пожалуйста Для Вовы это еще и близкий Клуб Готовимся как обычно Говорят тренировки Каждый раз спрашиваешь Да как готовитесь Каждый раз Так что нету такого Или вы думаете Типа с шахтером Играешь там Четыре тренировки в неделю А с Динамо Брестом Шесть тренировок в неделю А она все равно Одна тренировка Нет ну а есть Ну больше не на этом стадионе А когда на Брестке Приезжаешь Там все знакомое Раздевалки Трибуны Там родители приходят По-другому Чувствуется А когда ты приезжаешь В Брест Тебя люди узнают Понятное дело Подходят Там спрашиваешь Что-то Да это не сказал бы Особо На Беларуси нет такого У нас такого нету Это же Это белорусский футбол Это печально вообще Да Не ну почему печально В принципе Ну после игры Будешь где мультистит Понятно бы лечь Которые на игру Пришли там Могут там сфоткаться Автограф попросить Ну узнать Ну и то есть Он будет Майк А так типа Это хвач или нет Да Кстати Майку Майку со своей фамилией Можно получить И благодаря просмотру Этого подкаста Я напоминаю Что нужно посмотреть до конца Поставить лайк Написать комментарий Хочу майку А мы случайным образом Выберем того человека Который получит Такую же майку Будет идти вот примерно Как Володя Хвачинский Только у него будет Своя фамилия написана Сзади И возможно у него Тоже попросят автограф И номер тоже да? Да Можно будет выбрать Не без номера Выбрать любой Еще этот счастливчик Получит шанс Лучшему игроку Майя Вручить приз От нашего партнера Компании Винлайн Прямо на поле Нашу домашнюю арену Круто же да? Конечно Ну да А лучший игрок Майя Дени Шпаковский Это мы запомнили Да Ну что ж Нам осталось наверное Позвать только зрителей На нашу ближайшую домашнюю игру Позовете? Да Мы зовем всех зрителей На нашу ближайшую домашнюю игру Я бы не пришла Честно Нет Серега Давай более официально Давайте вдохновимся Финалом кубка Батэ и Торпеда Жозина И сделаем такой же ажиотаж Чтобы это не было разово И не показало то Что мы можем на финал собирать А мы можем на Динамо Минск Собрать столько же людей И А мы Сделаем такой же результат Такую же победу Вот Что-нибудь добавишь? Конечно приходите на игру Тем более Сейчас я смотрю Вон сцена устанавливается Непонятно когда Следующий домашний матч будет Так что на этот Обязательно надо всем быть И поддерживать Футболит Кубка Динамо Минск Настраиваемся на 9 июня На нашу следующую домашнюю игру И зовем всех наших зрителей Всех наших болельщиков Обязательно поддерживать команду Потому что ребята сегодня говорили о том Что это очень приятно Когда трибуны заполнены Когда трибуны поддерживают И это действительно гонит команду вперед Сто процентов конечно Конечно Ребят спасибо большое За сегодняшнее общение Сделайте репосты Естественно Да я бы хотел от себя еще сказать Поблагодарить ребят Потому что вот Посмотрите Это футболисты И они так красиво говорят Так спокойно И расслабленно тоже говорят Ребят действительно Почаще приходите С вами комфортно работать Это просто Первая программа В смысле Почаще приходите Ну она же Не последняя Хотя Кого звать в следующий раз Я кстати к вопросу Кого позовем в следующий раз Давайте подумаем Есть какой-то Можно конкурс Комментарии Пускай пишут Кого следующего Не хотят увидеть Согласен Сергеем Ребята Если у вас есть Какие-то предпочтения Пожелания Обязательно пишите В комментариях Кого бы вы хотели Увидеть в следующем Выпуске Правильно Катя Да Вот так вот